Всем привет! Меня зовут Алена и в сегодняшнем видео я буду делать еще один декор на дверь. Можно также повесить совершенно другое место на стену или украсить свое окно. Не знаю, кто куда решит его применить, но в форме луны. В прошлом году я подобным образом делала уже звезду. Луну, в принципе, сделать можно точно так же. Тоже использовать сосновую кору, но на этот раз я решила использовать немножко другие материалы. Поэтому, если вам интересна эта тема, интересно, как у меня получится, и, конечно же, набраться вдохновения, оставайтесь со мной. За основу я буду брать обычный коробочный картон. Первым рисуем форму. Беру тарелку, самую большую, она у меня в диаметре 27 см, и делаю круг. Вторым кругом у меня будет подставка под горячее. Она в диаметре 18 см. Ну и сама луна в самом широком месте у меня получится 9 см. После чего вырезаю и делаю две таких заготовки. Для того, чтобы основа была более плотная. И склеиваю их между собой на термоклей. Я хочу сделать более объемную луну, поэтому буду использовать пеноплекс. Нарезаю на кусочки по полтора сантиметра и приклеиваю на основу. Делаю так, чтобы заполнить все пустые места. Но если бы у меня был большой лист пеноплекса, то я бы изначально вырезала луну полностью из этого материала. И таким не занималась. Но выходим из ситуации, так как есть. Приклеила все кусочки и по краям везде срезаю, делая округлую форму. Так луна будет объемная. Вместо пеноплекса можно брать пенопласт или же сделать форму при помощи газеты. Обклеивать сверху я буду тканью. И у меня через нее просвечивается мой синий пеноплекс, поэтому я закрываю остатками фетра. Просто приклеиваю по краям и срезаю лишнее. Так луна будет более мягкая. Можно, кстати, использовать синтепон, если у вас есть. Или любую другую белую ткань. Приклеила полностью фетр. Это у меня тоже остатки, поэтому приклеиваю его кусочками. И сверху буду обтягивать тканью. Ткань у меня трикотажей. Вообще это шарфик из фикс проекта, кто давно меня смотрит. Я часто его использую. Мне очень нравится вязка. И мне кажется, для таких работ смотрится очень здорово. Можно использовать также искусственный мех или какой-нибудь бархат. Постепенно по краям я все подклеиваю и подклеиваю только с изнаночной стороны. Стараюсь делать так, чтобы нигде не было складочек. И, конечно же, хорошо подклеиваем уголки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лицевая сторона готова. Изнанку я буду делать в самом конце. А сейчас будем делать декор. Я беру несколько шишек, брызгаю сверху на них самый простой акриловый строительный лак в баллоне. И посыпаю серебристыми блестками. Вместо лака можно использовать клей ПВА. Встряхиваю лишнее и даю хорошо просохнуть. Ну а теперь начинаем все декорировать. Буду я брать еловые веточки пластиковые. Вы меня часто спрашиваете, можно ли использовать настоящие веточки. Да, хочется сказать можно. Но единственное, ваша работа долго не прослужит. Еловые веточки спустя неделю, две, три без воды просто начнут осыпаться. Единственное, если вы будете использовать ветки Нобелеса. Вот они будут у вас в работах очень долго. Мой прошлый венок, который я делала из подобных веточек, прослужил мне два года. Свою работу я хочу сделать более в нейтральных оттенках. Не хочется мне делать чего-то очень яркого. И я буду использовать вот такие зеленые стеклянные шарики. Я их использовала когда-то в одной из своих работ. Но та работа в прошлом году уже отправилась на мусор, потому что свечи сгорели. И мне было очень жалко выкидывать эти шарики. Тем более, что они в отличном состоянии. Я их сняла и буду сегодня использовать. Также добавляю постепенно и сами шишки. Субтитры сделал DimaTorzok К еловым веточкам я также добавляю еще веточки. Тоже пластиковые, но какие-нибудь листики, какие-то другие веточки, заснеженные веточки. Можно добавить все, что угодно, просто для разнообразия. Также добавляю серебристые звездочки. Эти звездочки у меня из магазинов FixPrice. Кто помнит, в прошлом году были такие гирлянды. И мне тут муж посоветовал сверху повесить звездочки на ниточке. Ну, послушаем и сделаем так, как он сказал. На обычную нитку белого цвета я приклеиваю каждую звездочку. Можно, конечно же, использовать леску, но та леска, которая у меня есть, она жесткая. И звездочки не будут болтаться снизу, а просто будут висеть в разные стороны. Так как звездочка только с одной стороны у меня блестящая, то я с обратной стороны наношу ПВА-клей и тоже приклеиваю блестки. Блестеть они будут со всех сторон. Добавляю еще немножечко шишек. И буду подклеивать сверху веревочку для того, чтобы можно было свою луну подвесить. Я сначала приклеила веревочку немножко далеко, потом поменяла ее расположение. И тут тоже смотрите, что ваш декор, конечно же, будет немного перевешивать. Веревочка приклеена. И теперь я приклеиваю звездочки на разном уровне. Звездочки приклеены. Можно закрывать и заклеивать обратную сторону, чтобы с изнанки тоже все было красиво. И я еще добавляю снега. И на этом работа готова. Музыка. 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 Ну и вот у меня получился такой декор. Мне кажется, интересно будет смотреться не только на новогодние праздники, но и на весь зимний период. Ну а если поменять мудэкор, то, конечно же, такая работа может висеть круглый год. Ну и надеюсь, вам было полезно такое видео. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok